Почти 70% грузин обеспокоены массовым приездом россиян в страну и опасаются негативных последствий этого. Большинство считают политику властей Грузии по этому вопросу неприемлемой. Об этом сообщает информационный портал «Новости Грузия», ссылаясь на результаты опроса, который провел Национально-демократический институт США. Также известно, что российскую власть не любят 80% опрошенных. А в войне с Украиной большинство грузин, 54%, считают виновной всю Россию. В то же время лично Путина обвиняют только 25%. С нами на связи Нона Мамулашвили, учредитель социально-политической платформы «Гамзири». Здравствуйте. 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 Очень интересный опрос был проведен в Грузии. Я хочу повторить некоторые цифры. Почти 70% грузин обеспокоены массовым приездом россиян в страну и опасаются негативных последствий этого. Еще большинство считает политику властей Грузии по этому вопросу неприемлемой. Только 17% видят в этом позитив и лишь 6% думают, что это не будет иметь никакого существенного влияния. Насколько, по вашим ощущениям, эти цифры близки к реальности? Здравствуйте. Я думаю, что эти цифры довольно близки к реальности, потому что, учитывая то, что сейчас происходит в Грузии и какую постыдную политику ведет наше правительство, я думаю, что это даже не полностью показывает ту картину, которая сейчас происходит в Грузии. На самом деле проблема очень серьезная, проблема жизненно важная, потому что страна, которая оккупирует 20% нашей территории, плюс засылает сюда свое население, которое бесконтрольно живет на территории Грузии, скупает массовую недвижимость и чувствует себя очень комфортно. Я думаю, что для страны, у которой такая большая опасность, как Россия, иметь на своей территории граждан Российской Федерации в таком количестве, я думаю, что это и не только я, большинство населения Грузии думает, что это очень опасно для безопасности Грузии. Ну вот помню из своих интервью, что грузины очень жалуются, что сильно возросла и стоимость, например, аренды. Россияне ведь готовы платить больше, чем грузины, приезжая со своими деньгами. А вот какие еще аспекты жизни меняются в стране из-за наплыва россиян? Довольно много, но вы знаете, самая большая и сейчас я могу даже сказать критическая проблема, я думаю, что, естественно, то, что россияне сейчас находятся на территории Грузии, то, что здесь творится, это очень проблематично, но на самом деле самая большая жизненно важная проблема сейчас жизнь Михаила Саакашвили, потому что у нас сейчас это самый большой вызов для страны, потому что если что-нибудь произойдет с Михаилом Саакашвили, то Грузия очень далеко будет от европейской перспективы, и мы очень далеко уйдем от любой прозападной перспективы, которую население Грузии выбрало на самом деле. Поэтому я думаю, что первым жизненным вопросом, жизненно важным вопросом сейчас для нас, для оппозиции, для тех людей, кто понимает, насколько сейчас страшна грузинская власть, которая убивает в лайв-режиме Михаила Саакашвили и показывает это наглядно всему миру, насколько она опасна для самой страны, для самого государства Грузии. Знаете, я хочу сказать, что МИД Украины назвал, я процитирую, психологическим и физическим насилием действия грузинской власти по отношению к гражданину Украины Михаилу Саакашвили и призвал Грузию прекратить эти пытки и передать осужденного Киеву. Как вы думаете, передадут? Учитывая, как себя ведет правительство Грузии с начала войны в Украине, и мы видели, как они отзываются и что они делают за последний год, я думаю, что малая вероятность того, чтобы Михаила Саакашвили отпустили. И второе. Власть Грузии, она не решает здесь никакие вопросы, здесь решает Москва. А представитель Москвы здесь, Ведена Иванишвили, который олигарх, неформальный лидер, и который на самом деле управляет всеми процессами. Поэтому, опять же, если призывать грузинскую власть что-нибудь изменить, я не думаю, что это принесет какой-нибудь результат. Мы уже видели, насколько они глухи ко всему западному миру и к Украине, которое призывает вернуть Михаила Саакашвили в страну, гражданином которой он является. Опять же, мы недавно обращались, три недели назад я была в Киеве, мы были в Киеве, и мы обратились к администрации президента с просьбой, с обращением от выдающихся деятелей культуры, медиков, публицистов, политиков, дипломатов, чтобы Михаила Саакашвили, как гражданина Украины, обменяли как военнопленного, как пленного. Потому что по-другому сейчас правительство Грузии просто не будет реагировать. Надо разговаривать напрямую с теми людьми, кто принимает решения. А принимает решения в Кремле. Скажите, Нона, вот были только что такие кадры. Мы видели, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, как сильно он похудел. Может, у вас есть чуть больше информации, да, в каком он сейчас состоянии, каково его здоровье? Его здоровье в критическом состоянии, и каждый день оно может закончиться фатально. Мы видим, что человек потерял больше 50% массы своего тела, и у него заболевания, такие заболевания, как анорексия и кахексия. Он не может питаться, ему уже очень трудно передвигаться. И врачи, медики призывают правительство Грузии перевести его с гуманитарной целью в третью страну, где он может получить соответствующее обслуживание. Но мы видим, опять же, цинизм со стороны правительства Грузии, который говорит, что Михаил Саакашвили якобы сам решил, что он будет голодовать, что он не будет принимать пищу, и вот таким вот образом он сам себя мучает. Вы понимаете, насколько цинична эта власть, и насколько она не будет слушать никаких призывов. Здесь нужно действовать, и действовать очень быстро, потому что каждый день сейчас, каждый день для жизни Михаила Саакашвили, он довольно страшен, потому что мы никогда не знаем, когда может фатально закончиться его жизнь. И в этом принимает участие, как вы видите, само правительство Грузии. Вы знаете, вот вы сказали, что фактически вот ситуация с Михаилом Саакашвили управляет Россией, управляют из Москвы, да? И вот возвращаясь к началу нашего с вами разговора, не кажется ли вам, что вот это огромное количество мужчин призывного возраста, вот это настолько вот просто опасно для страны? Никто точно не знает, кто приехал, с какой целью, и кто, возможно, ними тоже управляет? Как говорится, знаете, бегут от войны, но они не против самой войны. Среди империалистов есть пацифисты тоже, поэтому эти люди, которые сейчас бегут, я думаю, что вот этот оксимурон, который сейчас с нами происходит, страна, которая оккупирует 20% нашей территории, плюс еще говорит, что у нас эти люди приезжают в страну, как говорится, беженцы. Такого феномена я в жизни не видела ни в какой стране. И опять же, та масса, которая убежала и от санкций, и потом убежала от мобилизации, она, естественно, первая приехала в Грузию, потому что у нас, к сожалению, граница с этой страной. И по статистике где-то миллион 300 тысяч человек пересекли границу Грузии, отсюда, скорее всего, где-то 300 тысяч остались. И учитывая население Грузии, то 300 тысяч приблизительно населения России – это уже где-то 8%. И это уже меньшинство, которое даже во время Советского Союза в Грузии не существовало. Эти люди бесконтрольно заходят по территорию Грузии, они не чувствуют абсолютно никакой ответственности за то, что делает их, за то, какую политику проводит правительство России. И они говорят, что они не вмешиваются в политику, но сами убегают от политики. И если эти люди говорят, что они беженцы и они убегают от режима, то, как мы знаем по международной практике, люди, которые убегают от режима, они должны просить политического убежища, что эти люди не делают. Они просто здесь перезимуют, и смотря, как будут развиваться события, скорее всего, здесь и останутся. Опять же, это очень опасно для безопасности Грузии. Но, учитывая то, что власть Грузии уже открыто проводит пророссийскую политику, то она отказалась и закрывать границы, и вводить вызовы режим, и принимать какие-либо действия для того, чтобы контролировать ту массу граждан России, Российской Федерации, которые заходят на территорию Грузии. Опять же, это вызвало недовольство населения Грузии, это вызвало, опять же, экономически. Это очень серьезная проблема, потому что за короткое время нам правительство Грузии рассказывает, что это принесло экономические бенефиты. Но, на самом деле, учитывая, как Россия использует экономический нажим, так называемый, на иностранных, то я думаю, что это не будет удивительно, когда, опять же, Российская Федерация решит использовать это против Грузии. И в этом случае будет довольно трудно выходить из того кризиса, в который страна войдет по последствиям решения Российской Федерации. Ну, 8% от всего населения страны, это колоссальная цифра. Вот, учитывая эту цифру, не боятся ли в Грузии русского мира как такового? Что-то мне подсказывает из опыта других стран, знаете, в том числе и Украины, что не очень эти люди захотят учить язык страны пребывания, да? Пройдет какое-то время, начнут требовать русские школы, там уже найдутся и те, кто захочет защититься отечественников и их русский мир за границей. Это ведь реальный сценарий, по которому действовала и действует Россия. Это уже происходит, но я думаю, что у нас мало знают, что о русском мире, к сожалению, в населении. Но это не мешает, естественно, российской пропаганде проводить здесь образовательные, в кавычках, деятельность. Поэтому это довольно опасная ситуация. Мы видим, что, с одной стороны, правительство, которое открыто уже говорит, что оно просто сотрудничает с Российской Федерацией, не только говорит, показывает своими действиями. С другой стороны, у нас большая масса населения, приблизительно где-то 8%, потому что нам точную статистику, естественно, никто не будет давать. И третье, население не понимает, насколько опасно, что такое русский мир. Поэтому, зная менталитет россиян, эти люди никогда не приспосабливаются. Они просто приходят и требуют для себя таких же привилегий, если не больше, как у коренного населения. И в дальнейшем, если это будет так продолжаться, то они обязательно будут требовать. И уже начали открывать частные русские школы и будут максимально создавать себе условия для комфортной жизни. Поэтому ситуация довольно опасная для Грузии. И, к сожалению, эта страница, которую пишет наше правительство, сегодня постыдная страница в истории Грузии. В мирном соглашении по окончании войны России против Украины необходимо потребовать от Кремля отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии. Об этом заявила президент Грузии. Вот действительно, без обид. Украинцы много лет считали и сейчас считают грузинов братьями. И простые люди помогают Украине постоянно и сегодня. Но что грузинская власть делает для того, чтобы приблизить окончание войны России против Украины? Ничего практически. Но выдвигает свои условия. Но вот что должно быть после победы Украины? Если бы правительство Грузии вело себя, как все те цивилизованные страны, которые после 24 февраля стали на правильной стороне и стали рядом с Украиной помогать, чтобы помочь Украине, то этого призыва не нужно было делать со стороны президента Грузии. Но опять же, здесь нужно разделить на две части и знать, что есть правительство Грузии, которое открыто пророссийское, и это правительство не имеет никакого морального права что-нибудь спросить у Украины. Но есть народ Грузии, есть население Грузии, ребята, которые сегодня находятся на территории Украины, с 2014 года находятся на территории Грузии и проливают кровь и за независимость Украины, и за независимость Грузии. Это и есть те люди, которые представляют на самом деле настоящее население Грузии, а не наше правительство. А со стороны президента Грузии и со стороны правительства, опять же, нет у них никакого морального права что-нибудь спросить от Украины, тогда, когда они всеми своими действиями показали, что они на стороне Российской Федерации. Опять же, если бы Грузия вела себя правильно, правительство Грузии, то этого не надо было и просить, потому что Украина это бы сделала и так. Но оказалось, что, к сожалению, правительство Грузии сегодня находится на очень неправильной стороне. Ну, мы вот хотели бы, конечно, поблагодарить, вот и низкий поклон всем тем грузинам, которые сегодня помогают Украине. И вот я хотел бы, говоря о власти, да, вот в вашей стране, процитировать секретаря СНБО Алексея Данилова, вот цитату. Он сказал следующее, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте, помогайте, будем вместе работать, что Грузия, а Грузия в лице этих же лиц отмолчалась и еще сделала замечание, что я лезу в их дела. И Даль добавил он, я не знаю, в каком мире они живут, с одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны, они издеваются над нашими гражданами, и это просто недопустимо. Вот так сказал наш глава секретарь СНБО. Да, опять же, я повторюсь, у нас сейчас две Грузии. Одно это правительство Грузии, к которому совершенно правильно так обращаться, но опять же, с другой стороны, у нас есть население Грузии, те ребята, которые находятся в Украине, которые борются и проливают кровь не только за Грузию, не только за Украину, но и за Грузию. Потому что это одна война, и это продолжение той войны, которую Россия начала в Грузии в 2008 году. Поэтому, я думаю, что опять же, когда делаются обращения такого типа, то нужно конкретно обвечать, что это относится к правительству Грузии, которое открыто пророссийское, и которое постыдно ведет себя с начала конфликта. Но население Грузии и ребята, которые находятся сегодня в Украине, они делают то, что должна была делать Грузия с самого начала конфликта. Поверьте, мы это четко понимаем и четко разделяем две этих позиции. А вот продолжая говорить о тех событиях, которые происходят, что вы думаете по поводу возможного возобновления воздушного сообщения между Грузией и Россией? Это в то время, когда весь мир дистанцируется от этой страны, а Турция, например, даже рассматривает вопрос прекращения приема российских самолетов производства США, кстати, краденых самолетов. Что здесь происходит? Я думаю, что это больше символично, чем имеет практическое назначение, потому что границы Грузии и так открыты для граждан России. Здесь очень много граждан Российской Федерации, и они могут очень легко переходить границу и заходить на территорию Грузии без всяких проблем. Но то, что в то время, когда весь мир старается закрыть границы с Россией и наказать эту страну за то, что она делает в Украине, что она сделала в 2008-х, в 2008-м году в Грузии, вот наше правительство показывает, что оно просто открыто сотрудничает с той страной, которая неприемлема для демократического мира. Поэтому, опять же, тогда, когда весь мир закрывает границу России и Грузия это открывает, я думаю, что это наглядно показывает, насколько Россия хочет показать, что Грузия сегодня, грузинская власть сегодня просто подвластна России. Ну вот как вообще случилось так, что Грузия в реформах, на которые Украина когда-то просто равнялась, вот дошла бы до такой, я бы сказал, где-то безразличной, где-то антиукраинской политики, конечно же, я власть имею в виду. Это ведь в стране, которая пережила российское нападение, где аннексирована часть территории, но кто-то же голосовал за эту власть? В 2012 году Российская Федерация провела спецоперацию против населения Грузии. Было, естественно, какое-то общественное недовольство в связи с действиями некоторых силовых структур. И было несколько громких случаев, которые российская пропаганда использовала против правительства Грузии. И тогда уже провела ту спецоперацию, после которой правительство Грузии пришло к власти. И на самом деле уже намного позже мы поняли, или население Грузии, которое думало, что будут какие-то изменения, они поняли, что власть Грузии на самом деле была просто результатом спецоперации, которую Российская Федерация провела против Грузии. То есть можно назвать, что это гибридная война, продолжение войны 2008 года, да? Россия в 2008 году, она не простила Михаилу Саакашвили то, что он смог остановить Россию на территории Грузии. Она не смогла простить ему, что он провел те реформы, которые хотели копировать все наши соседние страны, бывшего Советского Союза. Она не простила ему ту антироссийскую политику, которую он проводил в Грузии. И, естественно, наказала вот в таком случае. И в 2012 году, когда к власти пришла грузинская мечта, мы просто видели, насколько сильна была российская пропаганда, и насколько сильным было желание России поменять власть в Грузии, и привести власть, которая будет пророссийской, и которая проведет все те действия, чтобы Грузия вернулась под влияние Российской Федерации. Нона, спасибо вам большое за то, что рассказали нам действительно, что происходит в Грузии, потому что не все наши зрители понимают те процессы, которые там происходят. А я напомню, Нона Мамашвили, учредитель социально-политической платформы Гамзири, была в нашем эфире. Спасибо вам большое. Спасибо вам.